Добрый день, дамы и господа! Всем привет от Диты из Солнечной Канады! Сегодня мы с вами идем в магазин Майклс. Это магазин, который продает все для рукоделия, все для девочек, которые все умеют делать руками. К коим я не отношусь, но люблю ходить в такие магазины, посмотреть, потрогать, в общем, просто так, ради любопытства. Начнем с камней. Все для производства украшений. Как вы видите, прямо, ну, глаза разбегаются, все что угодно, на любой вкус и цвет. Вот эти вот мне понравились, прям, знаете, целый набор. Это называется индийский агат или что-то такое, стоит 20 долларов. Прямо вот целый набор таких камней с бусинками, которые можно просто вот надеть на какую-то цепочку или шнурок, и вот вам уже готовые украшения за 20 долларов из натурального камня, вполне неплохо. Это тоже бусины, но это, по-моему, металлические тоже. Всякие бусы, золотые, серебряные, разных форм, вот в виде ананасов такие, можно просто тоже нанизать на какую-то веревку, и, в общем, уже будет красиво. Ну, вы видите, разнообразие полнейшее, в общем, ну, абсолютно. Глаза разбегаются, прям такие красоты. Я, если честно, не очень умею делать руками, особенно что-то. Вот тоже, кстати, вот прямо сразу нанизаны несколько пус, в такой, как бы, набор комплекта, который тоже из него можно сделать, уже, по-моему, готовый браслет. Да, так вот, я руками не очень умею что-то делать, для меня это, как бы, загадка, как вообще можно что-то сделать своими руками, я за что не берусь, у меня все получается не очень. Но я люблю приходить и смотреть, трогать, в общем, потому что это так красиво, это такое разнообразие. Знаете, прямо вот, если честно, меня все время вот подмывает что-то купить, но я понимаю, что это будет просто валяться без толку и просто вот такой вот, знаете, вот с набором камушков, из которых я ничего, в конце концов, не сделаю. Ну, тем не менее. Ну, вот, кстати, вот это было на селе, здесь прямо, знаете, отдельные, как будто будут кулоны или кольца, то есть уже готовый кулон, его просто можно надеть на шнурок какой-то или цепочку, и уже будет, как бы, готовое украшение, вы видите, какие красивые вещи, настоящие камни, причем довольно дешевые, за 8 долларов, там с чем-то за 3, с чем-то, в общем, абсолютно прямо так очень-очень бюджетненько, ну, вот эти вот кольца, это, конечно, немножко, немножко ту мач, такие большие, но, во всяком случае, тут даже большого умения не надо, нужно просто надеть его на цепь, такой кулон, и, в общем-то, вот, вуаля, у вас, у вас уже есть готовое украшение. Много было цепей, там я потом отдельно сняла, знаете, цепи сейчас в ужасном тренде, и даже если вы не можете найти ничего там в масс-маркете, например, да, то вы можете просто купить здесь цепь и сделать из нее украшение. Вот, кстати, тоже очень красивые камни, бесподобные бирюза, разных форм, разных цветов, вот это вот малахит, был выше, вот это вот вообще, я даже не знаю, какие камушки, я не очень в них разбираюсь, не очень знаю названия, вот эти сиреневые тоже, забыла, как называется, ну, в общем, красивые, короче, очень красивые, и, знаете, такой необычной формы, действительно, радость для глаз, вот посмотрите, вот этот набор из разноцветных, больших таких, прямо булыжников, прямо гроздь, просто поразило мое воображение, если бы я могла что-то придумать, и что-то с этим сделать, я бы, конечно, наверное, бы не удержалась и купила, вот цепи, кстати, я говорила, видите, вот прямо висят цепи, которые, наверное, если вы купите их в магазине, это украшение уже будет стоить дороже, чем если вы купите вот такую вот цепочку и просто соединить концы или прицепить какую-то застежку к ней, в общем, наверное, это не очень сложно, хотя для меня сложно все, а, конечно, есть, продаются всякие системы для хранения этого всего, пластиковые коробки, вот прямо уже коробки с готовым бисером, босинами, в общем, целыми наборами такими, и вот это вот тоже такие же продаются для заготовки, для кулонов, для серег, вот если для серег, то это по две, по две такие подвески, если для кулона, то это одна подвеска, собственно, тоже нужно только приделать такую дужку, чтобы продеть это в ухо, и вот у вас готовые украшения, это, конечно, небольшой труд, но для меня, да, для меня это большой труд, все для вязальщиц, девочки, которые вяжут и делают это хорошо, здесь можно найти абсолютно всевозможные нитки, я когда-то умела вязать, ну как, я умела вязать, так сказать, процесс, знала, как это делается, но связать что-то путное для меня было очень сложно, а вот посмотрите, кстати, какие нитки, такие толстые, как канаты прямо, это было модно какое-то время назад, и может быть до сих пор, какие-то такие, знаете, вязать пледы, одеяло, такие из больших таких петель, которые из толстых ниток получаются такие из больших петель, это может быть, видите, вот тоже такие толстые-толстые нитки. Это может быть шарф или шаль. Кстати, шарф – это единственная вещь, которую я, в принципе, могу связать. Больше ничего. Все остальное для меня очень сложно. Опять же, глядя на вот это разнообразие и вот эти вот все нитки, смотрите, какой цыпленок пушистый. Ну, просто же прелесть какая. Просто даже вот купить такой моток и обнимать его долгими зимними вечерами, согревать душу с ним рядом. Так вот, глядя на все эти нитки, меня тоже подмывает что-нибудь. Купить какие-то нитки, что-то связать. Вот видите, есть, кстати, готовые, прямо вывязанные кусочки, которые показывают, как это будут нитки выглядеть на изделии. Это, кстати, очень удобно, потому что нитки такие разноцветные, меланж это назывался, и иногда трудно понять, в каком тоне будет ваше изделие. Вот видите, здесь тоже, кстати. Кстати, много продается буклетов и книг по вязанию, где есть инструкции, как вязать, что вязать. В общем, они довольно простые. По-моему, воспользовавшись ими, можно связать довольно приличную вещь. Это уже мы перешли к стенду, где всякие ленты, тесьма, в общем, тоже для шитья и рукоделия. Неимоверное количество всех цветов, размеров, тонкие, толстые, разных фактур, абсолютно на все случаи жизни. Продаются там также рамочки для фотографий и для картин. Есть вот такие вот готовые уже рамочки, а есть, это называется, видите, вот там вдали прилавок, это называется custom made, то есть вы можете выбрать, там вот висят образцы, и вы можете выбрать тот узор или толщину, или цвет рамки, которую вы хотите, и заказать на нужный вам размер. Если у вас какая-то нестандартного размера фотография или картина, то вы можете заказать, плюс ко всему, вы можете выбрать какую-то, знаете, красивую там отделку рамки, в общем, ну вот, опять же, любой каприз за ваши деньги. Кстати, дело это довольно дорогое, насколько я знаю, заказывать рамки на заказ. Вот тоже очень интересные такие, знаете, как для настенных панно, для всяких коллажей, для того, чтобы, видите, составлять различные коллажи из фотографий, можно сделать прям целую такую стену из разных фотографий, а это уже для выпечки. Там, в этом магазине продается все для для выпечки, именно вот для художественной, так сказать, выпечки, не просто там спечь какой-то пирог, а пирог с фантазией, так скажем. Вот это вот формы для разных печений, пирожных, всевозможные, какие угодно, звездочки, кораблики, машинки, нотные знаки, это для того, чтобы выпекать дату на день рождения, например, вы хотите возраст, так сказать, в форме печенья, то тоже это возможно. А всякие украшения, цветные, какие-то украшения для тортов. Я, честно говоря, даже не знаю, потому что в выпечке я тоже не айс особенно, поэтому я не очень представляю, что это такое, но это какие-то вот цветные покрытия для тортов съедобные, естественно, для украшения вот разных цветов. Есть прям такие яркие, красивые, сиреневые. Декор написан, я не очень знаю, что это такое, мне было любопытно, но я как бы рассматривала, читала, но не очень поняла. Формы для печеней, для кексов разных, потом вот видите, вот такие вот украшения, какие-то цветочки, мячики, в общем, все это, видимо, для того, чтобы сверху на торт украшать это все. Вот формочки, кстати, тоже разные, разные всякие, разных размеров, разных форм, еще украшения, там были всякие присыпки такие цветные. Ну, вы знаете, девочки, которые пекут, вы, наверное, знаете, для чего это используете, что с этим делать. Ну, вот выпечка в этом смысле, в этом магазине приравнивается к рукоделию, в общем-то. Это коробки картонные для того, чтобы упаковывать торты и для того, чтобы делать, вот знаете, как на свадьбу делают торты разных, как бы многоэтажные такие, вот разного уровня. Видите, такие пластиковые подносы и вот там такие колонны пластиковые для того, чтобы составлять такие, знаете, как пирамиды из тортов. А здесь всевозможные цветы, в общем, чтобы создавать композиции из цветов. Такая смешная штука из перьев. Я даже не знаю, цветок это, я не цветок, как это назвать. Ну, вот много-много искусственных цветов, разных, всяких, и к ним же продаются, с другой стороны, видите, вот сосуды, так сказать, стеклянные, в которых можно создавать композиции из этих цветов, тоже всех-всех-всех возможных форм, разных каких-то, вот лампочки какие-то, я даже потрогала, мне было интересно, что это, я, честно говоря, не поняла. Вроде там, как бы ваза, должна быть дырка, куда это все вставлять, но там нету. А вот эти мне очень нравится, вот именно вот стекло с металлом, такие, знаете, геометрические формы, в которых можно создавать всякие композиции из цветов, всех тоже, видите, цветов, фасонов, размеров, целые ряды, 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 покупая не хочу, а это уже сезонная тема, в Канаде и в Америке тоже принято по сезонам украшать дом внутри и снаружи, всякие веночки вешать, там на Крисмос, вы знаете, осенью тоже такие осенние венки, и вот сейчас у нас тема Сенс Гивен, это как бы осенняя тема, очень популярны, вот всякие тыквы выставляют, выставляют возле дома натуральные тыквы, есть искусственные можно купить такие, вот все в таких красно-оранжевых тонах, это именно вот цвета осени в Канаде, видите, вот всякие такие украшения, но их уже очень мало осталось, я так понимаю, довольно подраскупили их, потому что, в общем, у нас, собственно, Сенс Гивен уже вот в Канаде прошел, в Америке будет в конце ноября, а в Канаде в середине октября Сенс Гивен, поэтому уже, в общем, осталось всего мало, потому что уже все, все купили для украшений к Сенс Гивену свои дома, это другая тема, следующая тема, это Хэллоуин, который будет у нас 31 октября, и вы знаете, наверное, что в Америке и в Канаде к Хэллоуину тоже выставляют возле домов всякие страшилы, ужасные какие-то страшные вещи, вот какие-то там руки отрубленные, вроде как в крови, ну, в общем, все это так полушутя, конечно, никого это уже давно не пугает, но это такая, знаете, традиция, не характерная для России, по-моему, в Европе, я не знаю, как с этим делом, но у нас это прямо, вот прямо святое дело, все эти тыквы страшные, с вырезанными там глазами, ртами, и поставить внутри какую-то лампочку, чтобы она светилась в темноте, в общем, не знаю, как в этом году пройдет Хэллоуин, обычно на Хэллоуин дети переодеваются в костюмы и ходят по домам, и просят конфеты, им все дают конфеты, все это весело, замечательно и прекрасно, в этом году вряд ли это будет в таком же формате, я не думаю, что разрешат детям ходить по домам, и как бы общаться, носить из дома в дом всякие вирусы, скорее всего, Хэллоуин будет у нас в виртуальном формате, как и все в этом году, ну и, конечно же, следующий праздник, всеми любимый Крисмас, Новый год, и вот видите, как много уже украшений к Крисмасу и к Новому году, полно, полно уже елок продается искусственных, вот таких вот уже готовых, с лампочками светятся, тоже разные всякие, красивые, люблю я, конечно, новогоднюю тематику, очень мне нравится, это такое, знаете, с детства, с детства ощущение восторга, праздника, салат оливье, запах мандарин, в общем, ну вы все знаете, ирония судьбы или с легким паром по телевизору, так вот, Крисмасу тоже принято менять декор в доме, видите, подушки специальные, Крисмасные, хранят где-нибудь на чердаках, в сундуках, а потом на Крисмас все это достают, раскладывают по диванам в доме, в общем, специальные какие-то полотенца, шторы, разные украшения, вот вы видите, как бы тоже какие-то игрушки, вот это вот специальный такие Крисмасный цветок, я забыла, как он называется, это, конечно, искусственно, это не настоящее, но в принципе, это такие цветы, как красно-зеленые, наборы елочных игрушек тоже на любой вкус, на любой цвет, на любой размер вашей елки, и вот это вот такая потрясающая, прелестная композиция, это железная дорога, какой-то игрушечный город, игрушечные домики, это тоже обычно ставят под елкой, вокруг елки, все это ездит, светится, работает, в общем, это потрясающе, в нашем детстве, к сожалению, этого всего не было, очень жаль, потому что я представляю, каково быть ребенком маленьким, и видеть эти все домики, даже я взрослый человек, у меня сердце замирает, когда я гляжу на все это, ну, в общем, я очень много еще снимала, в этом магазине очень много всего, для шитья, для, вот видите, раскрашивания каких-то деревянных коробочек, для рисования, всякие блестки, краски, карандаши, кисточки, в общем, все-все-все, что угодно, для любого, для любого увлечения, для любого хобби, там можно снимать целый день, но я уже не стала этого делать, потому что я понимаю, так вскользь покажу вам, видите, ряды красок разных, если вы рисуете, кисточки заинтересовали меня, потому что очень похоже на кисточки для нанесения косметики на лицо, это как бы вот, с этим я знакома, а вот с этим, с рисовальными нет, вот это такая мягенькая, прям для румян хорошо, вот, ну и тоже, видите, разные большие, маленькие, все-все-все разные, какие хотите, ну, напоследок, такая милота, это тоже крисмосные такие, знаете, елочные игрушки, мягкие, в которые вставляются фотографии вашего ребенка, и, в общем, они в форме разных зверюшек, очень милых, таких мультяшных, в общем, все, что угодно, видите, большое разнообразие, очень красивое и мило, все, вот такой у нас обзор сегодня получился, я надеюсь, что вам было интересно, что вам понравилось, буду всем рада, комментариям, отзывам, лайкам, все, пока-пока, люблю, целую, встретимся с вами в следующем видео, bye!